И наше Я формируется как раз-таки за счет вот этого телесного опыта. Мать берет ребенка на руки? Берет. То есть она его держит на руках. Таким образом, вот этот телесный опыт, он репрезентируется в психику. То есть откладывается на начальном этапе в виде мнемических следов. Потому что памяти еще нет как таковой. Мнемический след – это некий отпечаток. Вот получил ребенок определенный телесный контакт, приятный, отложилось у него там. Неприятный тоже отложилось. И это важно, да, как он отложился. Следующий момент. Когда мать держит ребенка на руках, таким образом младенец научается разделять границы между собой и другими. Он начинает понимать постепенно тоже, что есть внутреннее, есть внешнее, есть он, есть не он и так далее. Точно таким же образом, это мы говорим о внешнем таком функционировании, точно так же ребенок получает еду. Мать кормит его грудью, ну там или не грудью. В любом случае, да, он получает и некий внутренний опыт телесный. И этот телесный опыт внутренний точно так же репрезентируется в психику. Почему вот эти ранние взаимодействия, ранняя коммуникация, ну, является тем, что потом, к сожалению, уже восполнить становится невозможно. И поэтому вот эти ранние нарушения, они точно так же, они самые тяжелые. Значит, это наличие объекта, внешнего объекта, это необходимый телесный опыт. И следующий тоже очень важный момент, очень важный фактор, который способствует развитию нашего я, это оптимальная фрустрация. Что же это такое? Все из вас знают, что такое вообще фрустрация. Есть те, кто не знает, что такое фрустрация? Все знают. Вы не знаете. Фрустрация – это то чувство неудовольствия, которое мы испытываем в связи с тем, допустим, что мы не можем получить то, чего очень хотим. Ну вот вы, например, чего сейчас вот хотите? Ну вот да, например, да, вот возьмем вот эту раннюю оральную потребность, архаичную. Есть так хочется, а рядом там ни кафе, ни автоматов, там ничего нет. Что человек испытывает? Фрустрацию. Он фрустрирован. А? Обжор. Так, ну, на бытовом языке – облом, на языке психологии, психоанализа – фрустрация. Но суть одна и та же. Вы совершенно правы. Так вот, и мы совершенно очевидно понимаем, что эта фрустрация может быть тоже очень разной. То есть, если человек, например, не ест один час, это одна ситуация. Если он не ест два часа, ну тоже там более-менее нормально. Но если человека лишить еды на три дня, или на четыре дня, или на неделю, вот такую фрустрацию способен выдержать уже не каждый. Поэтому мы говорим в данном случае уже о фрустрации чрезмерной, то есть, которая уже выходит за рамки того, что человек способен выдержать. То есть, точно так же мы говорим о младенце. Младенец тоже испытывает фрустрацию. И еще какую? И он может испытывать ее достаточно часто. Поэтому было введено такое понятие, как оптимальная фрустрация. Потому что, когда совсем нет этой фрустрации… Давайте, кстати, попробуем пофантазировать, что будет происходить, если фрустрации совсем нет. Вот там только пискнул младенец, мать, ага, на… Стагнация. Ощущение всемогущества. Вот. Наличие потребности ведет к… Да, стагнация. То есть, действительно, в последующем может развиться вообще обесценивание чего-либо хорошего. Кто вот еще что-то… Всемогущество. Вот. Всемогущество. И ведь не зря Фрейд еще назвал младенца его величество-младенец. Потому что младенец движет такие идеи архаичные, как чувство собственного всемогущества. Ну, грубо говоря, погаллюцинировал там он на том же молоке. Молоко пришло к нему. Ну, или там погаллюцинировал он, что ему сухо, комфортно. Тут мама подоспела, а поскольку он еще не знает, что это там мама к нему приходит. Вообще-то все это делает. Вот. И может развиться, да, действительно вот такое чувство и всемогущества. И то, что сегодня называется злокачественным нарциссизмом, с которым практически, ну, очень сложно работать в психоаналитической практике. Вот. Поэтому фрустрация, безусловно, быть должна. Но она должна быть оптимальной. Вот совершенно верно сказали, развиваться надо. То есть та степень фрустрации, которая будет способствовать развитию. То есть для младенца очень важно, чтобы был некий промежуток, во время которого он бы испытал вот это чувство неудовольствия, но не слишком долго. И вот эта самая достаточно хорошая мать, она вообще-то еще ко всему прочему должна знать, вот сколько выдержит именно ее ребенок. Потому что дети разные. И если, например, почитать книжку там, кого у нас, ну, Спока там раньше все читали, ага, там, Спок написал там то-то, то-то. Ну, и вот некоторые такие мамы очень, такие, да, старающиеся быть идеальными мамами, они, начитавшись с полка, там, например, скажут, что вот там ребенок должен там проораться. Ну, да, и если один ребенок там проорался, то, безусловно, это ничего. А если другой вот так проорался, раз, другую, три, это может его травмировать очень сильно. Поэтому мать должна все-таки выдерживать некие паузы. И есть еще такое понятие, как контейнирование. Термин «контейнер» ввел Уилфред Бион, и этот термин используется в частности и в современной психоаналитической психотерапии, то есть терапевт как контейнер, что же это такое. То есть мы все представляем, что ребенок может сильно кричать, сильно плакать, там, у него может быть, он может испытывать боль, он может испытывать там все что угодно, голод, дискомфорт. И очень важно, чтобы мать умела понимать, что стоит за этим криком, и сказать об этом ребенку. То есть я понимаю, что ты сейчас хочешь есть, я понимаю, что ты голоден, сейчас подожди, я приду, сейчас я тебя покормлю. То есть что делает мать таким образом? Мать выступает в качестве контейнера. Она как бы принимает вот эти недифференцированные эмоции, недифференцированные аффекты в себя, она их перерабатывает, и в вербальном виде, в переработанном, она возвращает их младенцу. Что происходит здесь в психике младенца? То есть если он получает такой опыт регулярно. То есть, во-первых, он получает опыт взаимодействия с хорошим объектом, с хорошей матерью, это раз. И во-вторых, он получает опыт идентификации вот с этим хорошим объектом, потому что развитие я, это еще и процесс идентификации. Так, и вот у нас остается еще буквально 7 минут, да, про суперэго. Теперь, вот по поводу я, вам более-менее понятно? Вопрос можно? Вы сказали, что эго и я не всегда идентичны. Да, знаете, вот хороший вопрос вы задали, потому что Фрейд не разграничил эти понятия. Вот у него эго и я, они взаимозаменяемы. В более поздних, скажем так, теориях, в частности, например, ну вот, например, та же МакВильямс, она очень хорошо пишет, ну вообще многие авторы дифференцируют эти понятия. Почему? И вот МакВильямс очень хорошо отвечает на этот вопрос, то, что эго все-таки, это относится к гипотетической психической структуре. Это когда мы в теории вот рассматриваем, да, вот эго, да, но когда мы говорим о я, то это наше субъективное восприятие и ощущение себя. Мы же не говорим вот о себе, например, ну эго там, да, я там, или там, мое эго, мы говорим о себе я. То есть все-таки эго больше применимо вот к такому, скажем, теоретическому осмыслению. И именно в эго содержится защитные механизмы, я уже сказала. Поэтому, а поскольку они формируются бессознательно, то МакВильямс соотносит понятие эго все-таки больше с бессознательными процессами. А наше я вообще, когда мы говорим о себе я, то мы всегда осознаем себя в тот момент времени, когда мы говорим о себе. Еще у Хайнца Кохута есть такое понятие, как самость. Вот он вводит понятие самость. И, например, в настоящее время различные нарциссические расстройства, различные нарциссические нарушения, они рассматриваются как раз с точки зрения нарушения в развитии самости. Так, ну вот несколько слов о суперэго. Что же это такое за структура? Фрейд, описывая свою стадию, описывая свою теорию психосексуального развития, обозначает в этой теории несколько стадий, которые проходит человек. Первая стадия. Вообще, очень много концепций развития, вот здесь я сразу скажу, современных. Это и, например, тот же Рене Шпиц, формирование лебединозного объекта, который упоминал Валерий Моисеевич. Это и различные концепции развития эго. Это и теория сепарации, индивидуации Маргарет Валер. Это и концепция развития Мелани Кляйн. Но если мы отталкиваемся от основ, от теории психосексуального развития Фрейда, то там он выделяет несколько стадий. Это оральная стадия от рождения до одного года, когда главной эрогенной зоной является рот, ротовая полость. И главное удовольствие, которое получает младенец, это удовольствие, полученное посредством ротовой полости. Естественно, здесь я сразу хочу сказать, что многие упрекают психоанализ, в частности фрейдизм, пансексуальности, то есть что сексуальность, сексуальность. Но сразу хочу сказать, что в психоанализе сексуальность понимается в широком смысле. И понятно, что когда мы говорим о младенце, мы ни в коем мере не имеем в виду сексуальность взрослого человека. Просто здесь имеется в виду, что движут изначально влечения сексуальные, то есть лебединозные, это влечение к жизни. Это эрос, как его называют Фрейд. Так вот, дойдя до эдипт, значит, оральная стадия. Далее следует анальная стадия, когда ребенок уже научается контролировать свой сфинктер. Здесь уже другие задачи решаются в развитии. Там развитие функции контроля, опрятность-неопрятность, удерживание, отдавание и так далее. За ней следует фаллическая стадия развития, когда происходит дифференциация между полами. То есть до определенного возраста ребенок все-таки не знает эту разницу между полами. И это важная виха в развитии, когда ребенок начинает дифференцировать то, что есть мальчики, есть девочки. Вот здесь я сразу хочу сказать, что Фрейд по большей части описывал все-таки и лучше понимал психосексуальное развитие мальчиков. Ну, видимо, он каким-то образом это соотносил с собственным опытом развития. И уже более поздние аналитики занимались и разрабатывали идеи, касающиеся психосексуального развития девочки, женщины. В частности, Жанин Шасгес-Мержель, это французская психоаналитика, это вот та же Карен Хорни, ну и многие другие тоже в основном женщины, конечно же. И Фрейд пишет о том, что вот на этой фазе развития мафаллической, там вообще что происходит. Когда происходит дифференциация между полами, то есть мальчики понимают, что они мальчики, а девочки, что они девочки.